коллаген или гликопротеин состав хрящей, суставов, сухожилий, волос и ногтей и составляет около 30% от общего белка в организме. О том, почему так важен коллаген, расскажет врач-косметолог. Коллаген, если в двух словах объяснить так, чтобы нашим телезрителям было понятно, это белок. Если мы переведем это слово с греческого, то это означает клей. И этим всем сказано, что он нужен нам, необходим для того, чтобы суставы, кости, хрящи и вообще весь наш организм был прочный, упругий и подвижен. Ну, это если так объяснить, что такое коллаген. Это белковая молекула. При нехватке этого вещества волосы и ногти человека становятся ломкими, кожа дряблой и сухой, а суставы более хрупкими. Процесс выработки коллагена очень энергозатратный для нашего организма. С возрастом он и вовсе замедляется. Плияет на дефицит гликопротеина, неправильное питание и прямые ультрафиолетовые лучи. Коллаген мы теряем вообще с 25 лет. То есть, когда спрашивают пациенты, когда нужно начинать пить, вот можно с 25 лет и начинать пить коллаген. Почему мы его теряем? Чаще всего, так как коллаген – это белок, то есть, это питание. То есть, должна быть белковая пища. Так как сейчас модно вегетарианство, модно какие-то там диеты, и дефицитные состояния пациенты себя вводят, то, естественно, белковой молекулы не хватает. То есть, первое – это неправильное и дефицитное питание. Коллаген не поступает в организм в чистом виде. Он синтезируется из других белков в пище. Конечно же, к таким продуктам относится мясо – курица, индейка, рыба, а также яйца и морепродукты. Также ему на помощь приходят и другие вещества, без которых гликопротеин очень плохо усваивается. К таким помощникам относится витамин С, который участвует в синтезе коллагена, способствует укреплению и восстановлению соединительной ткани. Больше всего витамина С можно найти, например, в болгарском перце, зелени и цитрусовых. А для любителей морепродуктов подойдет богатый белком кальмар. В нем также рекордное содержание меди – еще одного отличного помощника коллагена. Регулярное употребление морепродуктов, костного бульона, мяса и овощей, конечно, повлияет на запасы коллагена в организме. Но не стоит забывать, что поможет коллагену усвоиться еще и аминокислота – лизин. Он укрепляет суставы и полезен для хрящевой ткани. Богат лизином сыр, особенно пармезан. Вообще всего 28 типов коллагена. Для нас важен первый, второй и третий. Первый и третий – это компоненты, которые отвечают за качество костной ткани и эластичность кожи. Второй – это подвижность суставов, то есть хрящевая подвижность. Вот, соответственно, содержится он в основном в коллагене животного происхождения. То есть он есть животного происхождения, да, есть растительный коллаген. Растительный коллаген – это пищевая добавка синтетическая. То есть на самом деле эффекта он абсолютно никакого не дает. То есть это синтетический продукт, который у нас почти не усваивается. Эффективность коллагеновых добавок доказана слабо. Если у вас неполноценное питание, то пить коллаген просто бессмысленно. Кстати, перед тем, как вы захотите ввести биологически активные добавки с коллагеном в свой рацион, обязательно проконсультируйтесь со специалистом. С коллагеном мы не становимся моложе. Коллаген, он у нас есть. То есть белковые молекулы, они у нас присутствуют. Просто если мы поддерживаем это состояние, организм длительное время сохраняет свою молодость, подвижность суставов, хрящей. Мы активные и подвижные. То есть это обменные процессы, которые у нас внутри есть. Не забывайте и о том, что кремы с содержанием коллагена не смогут восполнить нехватку структурного белка в организме. Молекулы его слишком крупны, чтобы проникнуть через кожу. Восполнить недостаток можно, стимулируя его выработку с помощью питания или введением коллагена подкожно с помощью специальных инъекций. Но и здесь без рекомендации доктора не обойтись. Есть вообще очень простой такой способ, как понять состояние кожи, насколько не хватает коллагена. Так называется симптом щипка. То есть мы берем нашу кожу, щипаем в норме. Через секунду складка кожная должна расправиться. Когда мы делаем щипок, расправляем и кожная складка сохраняется, то мы понимаем, что состояние качества кожи, тургора ухудшается. Соответственно, коллагена становится меньше. С вами была рубрика «Здоровая тема». Выбирайте продукты, которые будут работать только на вашу молодость, красоту и здоровье. А мы увидимся в следующем выпуске. Спасибо.